Приветствую вас! Вы знаете, больше похоже то, что вы описываете на эмоциональную привязанность к человеку на самом деле, чем нежели на любовь, потому что любовь это такая история, которая подразумевает, что есть стремление к счастью, ну то есть вы хотите, чтобы человек был счастлив, да? Вот. А вы говорите о том, что не можете уйти, потому что любите. То есть вы меня извините, конечно, но это больше похоже на зависимость. То есть хочу просто, чтобы вы вот сразу этот момент для себя поняли, уяснили, да? Вот. Потому что если рассуждать вашей логикой, например, то я бы сказал, что вам как раз таки нужно уйти, вам как раз таки нужно уйти, вот. Потому что ваше присутствие в жизни, значит, своего мужчины, ваше присутствие в жизни вашего мужчины, ну на самом деле больше дает ему какого-то негатива, нежели чем позитива. То есть он ревнует, да, он переживает, он дергается и тут, бам, ну нужно, наверное, по-хорошему от него уйти, если так случится, если вот исключительно руководство с этим принципом и этим подходом. Дальше, значит, вы пишете, что молодой человек очень ревнует меня. Это исключительно его проблема, Виктория. То, что он вас ревнует и... Как бы делает он это, потому что, по-видимому, боится вас потерять, по-видимому, он боится остаться один, по-видимому, он очень неуверен в себе и, по-видимому, он склонен сравнивать... Сравнивать... Значит... Себя... С... Значит, ну... Другими людьми. Вот. Другими мужчинами. В частности. Вот. Вот. На этом можно завершить, как бы, историю о том, что он за ревнует. Смотрите. Какая история. На мой взгляд, ситуация пока выглядит так. Вот. Вот. То, что... ... 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 Что-то, что-то он вас ограничивает, ну это, опять же, вы ему, эээ, позволяете это делать. Понимаете? Какая история. Дальше идём. Так, то, что вы не давали ему, может, как вы пишете поводов для ревности, да, это абсолютно ничего не значит. Абсолютно ничего не значит, совершенно. Ну вот, потому что человек мог, мог, в принципе, сам найти этот повод, он мог сам его придумать в своей голове, ну просто, просто мог найти этот самый повод и всё. Тут на самом деле ничего абсолютно не имеет, значит, не имеет никакого значения. Давали вы ему повод или нет? А, значит... Дальше. Вы пишете, неоднократно ссорились из-за этого. А, из-за чего? Ну, вот, конкретно из-за чего вы ссорились. Просто... Не очень понятно. Из-за чего конкретно вы ссорились. Далее, вы пишете, что вы ссорились. То есть, ну, вы оба ссорились. Это перекладывание ответственности на человека. Потому что ссорились оба, вы не можете. Каждый из вас ссорится по-твоему. Вот. И... Нужно определить, почему ссоритесь именно вы. К примеру. Вот. Это именно ваша роль. Какая именно ваша роль? Именно вы, сами, какой вносите, допустим, ну, вклад в ссор? Вот. Ведь не случайно, что это происходит, верно? Дальше. Гравилось, что уйду от него. Ну, если вы, Виктория, на мой взгляд, совершаете такую ошибку, что обещаете то, чего не готовы совершить. То есть, вы не готовы уйти от него. Давайте будем честны. Вот. Пока что, на данный момент, вы не готовы от него уйти. Вот. Потому что он вам, ну, нужен. Вот. И, когда вы говорите, что уйдете, вы себя таким образом, по сути дела, дискредитируете. Таким образом, вы себя дискредитируете. Вот. Мне не кажется это, чем-то позитивным. А, значит, все время при ссоре убеждают, что больше такого не будет. Мне кажется, что ссора больше связана с каким-то обвинением, ну, человека. Мне кажется, что ссора, ссора больше связана с какими-то, может быть, не знаю, претензиями к человеку. Но никак не с, никак не с убеждениями. То есть, странная у вас ссора. Дальше, но все равно продолжается. А, и будет продолжаться, Виктория. И будет продолжаться до тех пор, пока вы кардинально свое поведение не измените и не научитесь говорить мужчине «нет» в том, что он хочет. То есть, не разрешает обраться мучки полом общайтесь. Не разрешает находиться в компании, где присутствует, там не находитесь. Чтобы он увидел, что у него нет выборов. Вот. И все. Только так. Ну, вы почему-то этого не делаете. Вот. И основной запрос к вам, он именно такой. Почему? Почему вы этого не делаете? Объясните. Подумайте сами и раскроете ответ. И пусть этот ответ станет тем самым началом работы с вами. Вот. по выходу из этих отношений. Либо. Либо, значит, переводил этих отношений на новый уровень, либо, соответственно, выходы из них. С полным, с полным, с полным выходом. Вот. Ага. Так можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Ну, я надеюсь, что это было полезно для вас. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.